Добрый день, Слава Христу! Собственно, это даже не вопрос, это, можно сказать, тема, которую я бы мог назвать как ересь и подкаблучничество, то есть сатана и женоугодничество. Но вот по замечаниям, по размышлениям, потому что мы видим в Писании, начиная от грехопадения, ещё с Эдемского сада и заканчивая повелением апостола Павла, везде там, где грех, везде там, где ересь, там почему-то всегда есть женский пол. И вот, наблюдая даже неоднократные выступления различных сектантов и так далее, всегда как-то вот где-то либо учителя у них женщины, либо проповедники, либо когда даже те, кто именуют себя проповедниками выступают, они постоянно как-то вот апеллируют в адрес своих жён и так далее, всегда как-то пытаются заигрывать с женским полом. Нельзя сказать, конечно, что в нашей православной церкви этого нет, это беда везде, сатана не дремлет, ходит как рыкающий лев. Но, собственно говоря, вот эту тему я бы хотел рассмотреть с точки зрения одного свежего ролика, вы его, я тоже знаю, посмотрели, с очень таким броским названием, которое именуется «Вал-игла», где, как я понимаю, человек, который некоторое время назад был лично знаком с вами. И этот ролик — плод его творчества, где он укоряет вас, и в конце совершенно понятно, что этот человек не имеет отношения к православию, к церкви, и где он вот как раз-таки вот на этом вопросе, который я озвучил чуть выше, пытается некоторым образом напасть на вас, ну и в конце концов как бы нападает в этом лице и на церкви. Вот я бы хотел услышать от вас комментарии во свете Библии по этой теме. Ну, как говорится, автор и кто заказчик. Тут надо тоже это помнить. Человек этот, что интересно, мне ролик скинули ночью, Володя скинул. А я утром только увидел его название, а ничего не видел там, ни одного человека. А я уже сразу сказал, кто. Я уже знаю, что в этой области плавают они там. Он себя там называет, какой это фамилия его, Александр. Он подписался там, все, а раньше он не подписывался. Знаками ДМ. ДМ. Я оттуда и взял ДМ, демоны и сатана. ДС. СД. Социал-демократы. Вот. Ну что, сначала сказать, как он у нас был. Вот. Я его просто, очень близкий ко мне он был. Мы гуляли вместе. Одно время он проповедовал, ездил, я его литературой снабжал, все. Но у него все это вот проглядывало оттуда, хихиканье было. Говорит и сам на свои слова подхихикивает. А я уже знал, если вот такое есть, то добром это не кончится. Добром это не кончится. А что такое? Повторяю. Ну, вам слышно так-то? Да, мне слышно, хорошо, очень. Ну, вот это вот, маленько умнее. Интересно. Пошло что-то оттуда. На этот. Ну, ладно. Как бы казалось, все ладно где-то. Но обнаружилось потом страшное состояние его. Когда мы в церкви молились, но не все же приходят где-то. Он с одной познакомился и развратничал. Сам он прозаически был у дом. Ну, и хозяин захватил. Он на хозяина бросился, как на урию. И чуть его не убил, говорит. А то он мне сам уже хозяин, женщина это рассказывает. Я не называю вот так вот. Но ясное дело, что это никуда не годится-то. И он все время боялся, где бы еще не сказали про него. И это, никто не знал про это. Дело в том, что которые сейчас комментарии дают, там, самые такие сатанинские, прямо чисто. И вот он. Это, в моем представлении, эти люди похулили Духа Святого, перешли эту грань, и возврата нет. Нету. У них не покаяние еще только жестокое. Это прелюбодей, убийца, там вот такие вокруг собираются. Это, которым натурально убийца. Решил жизни человека один, там еще, которые заходят. И у них и слова все такие, беспокаянные. Это сборище на нас. Какое сборище? В церкви молятся, тут архиереи. То есть они, демоны зла, вырвались на свободу. Вот я сейчас немножко хотел бы показать, вам это не видно будет, потом посмотрите. Зайти на наш форум. Как он пал когда и ушел. Ушел он, пошел, значит, как пал. Пал, значит, он и продолжал дальше, и не сознается. Ну, а когда уже прелюбодейка созналась, и прелюбодейка рассказала о его жене, как встречались, где у них блуд был, и тогда деваться некуда. Тогда он сознался. А что ж ты не сознавался-то, когда уже все ясно? Ну, я не хотел семью разрушать. Вообще. Да ты уже разрушил ее. Ни дети не нужны. И вот такую личность сатана избирает, но с сожженной совестью. И он начинает учить, как распоряжаться моей женой, мне. Ну, я девятый десяток, я ничего не могу думать, но совершенно бесстыжие глаза, как говорят, сивкины глаза. Ну, как это, по законам Моисея или Мухаммада, он должен умереть был, его сразу бы убили. Ну, это христианство, и здесь тоже есть такое. Как у меня один встретился в тюрьме, говорит, я захватил жену, говорит, я сразу обоих зарезал. Обоих. Русский человек. Ну, и вот этот человек, вот он бормочет о нравственности. Увидел там, у нас же все записывается, я это все буду показывать. И Надежда Васильевна, жена моя, сидела сзади, и она решила выходить. Выходить надо ей. А я сижу между двух столов, а там из этого стола другой, там один путь выйти можно, с другой выйти можно. То есть, и не надо было, если знаешь, что слабый желудок или что-то, скамейка сядь. А на скамейке сидит 10 человек, они все открыты, перед ними стола нету. И стой, стой, то есть там мест было, ну, мест 30, где она могла сидеть и никому не мешать. Но именно здесь она сидит, чтобы меня столкнуть. А я это понимаю, что показать власть над мужчиной там или что-то, она не думает об этом. Я просто раскладываю как. Ну, я как сидел, как гора, как скала, и на место я не сдвинулся. А они за это уцепились. Я что сделал? Подсудное. Ролик выставлял я. Если бы я что-то в нем видел, как-то бы, может, и не поставил. Да у меня такого нету никогда. Все выставляются. Такие ролики заинтересовывают людей. А вот поступил так, то есть безбожники. Что я не так сделал? Это моя жена. Я ей голова. Не надо ничего искать дальше. Я ей распоряжаюсь. Это утлый сосуд, как святые отцы говорят. То есть худой этот сосуд я должен нести. Я отвечаю перед Богом. Я, не они. А они за это зацепились. А кто? Подкаблучники все. Это блудники. Развратники. Они все накрашивают. И такой он герой. А на самом деле никакие, говорит. Оловянные стеклянные глаза. Да и хвост, и копыт, и рога. И вот из-за этого они начали дальше. А он дальше уже не останавливается. И идет. Ладно, ложь. Демон лжи. В уста взял. Зачем? Дело в том, что меня поносят. А написано. Радуйтесь и веселитесь, когда будут вас поносить. Он мне награду. Венец вплетает. Я должен рассказать о нем. А потом дальше я все это буду говорить. Вот сейчас я... Ну, когда его уже все это разоблачили. И сразу предложили выехать. А он никак не выезжает. Тогда у нас последнее. И Ирихон должен быть окружен крестным ходом. Ну, его, который тут комментарии-то дает. Рядом два дома у них где-то. Это тоже за него. Ну, и везде. На полях продают пшеницу ворованную. Покупать едут. То есть сбились с пути окончательно. И ложь. Везде ложь. Главное-то. И главное вокруг меня. А я-то разбиваю только. Показал их. Один его тут, который комментарии дает. Он там сидят, выпивает они. И с ними мой брат родной, Павел Тихонович. На выпивке-то. И этот один и комментатор тут и говорит. А что Игнатий прорабом работал? Он полтора дня только и работал. Ну, а Павел-то услышал мне и говорит. Да как же ты говорил, работал? Я тогда из Барнаула трудовую книжку прислали. Прислали. Я говорю, смотри. Я учу из 10 классов. Я не могу раньше окончить эту школу. Оно из класса в класс. В этот же год я поступаю учусь в техникуме. Два с половиной года. Это тоже государственное время. Теперь. Тогда было так. А это 60-е годы. 60-е. И направляет работать куда? На значение. Я не имею права сам поехать. Я должен отработать, когда-то считалось, там, 3 года или 5. Так, давай. Вот. Я принят на работу в органы МВД, в строгорежимный лагерь. Плишкино. В Иркутской области. Это МВД. От меня зависело? Это первая цифра? Нет. А вот смотри дальше. Призван в ряды советской армии. От меня это зависело? Да никак. Мне повестка пришла, я явился и пошел. Так, не один день. Вот это расстояние, оно было год, два, три. Пока меня не призвали. Я же не мог уйти оттуда. Но призвали. А перед армией они отступили. Значит, меня печать поставили. Я в рядах советской армии. 7 с половиной месяцев. Давай считать. 7 по 30, не 30, 21, да еще сколько. Ну, 220 дней. То есть, в 220 раз соврал человек. Соврал. А еще, ну, там. А тогда Павел вылепил это все. Он пьет. А себе на уме. Я сказал, а вы что грете-то? Им отвечать нечего. Ну, он говорит, я трудовую взял. Там печати стоят, подделки никакой нет. А им зачем это? Да не зачем. Другой раз про меня говорят, я сидел. А этот опять свидетель он здесь. Да к Игнатию он не за веру сидел. Не за веру. А за что? Архипелаг ГУЛАГ он писал. Да, Архипелаг ГУЛАГ был. Я брал интервью репрессированных. Но у меня-то изъяли 136 часов слушать Ярла Пести. Радиопроповедник самый сильный. У меня все изъяли. Изъяли это? Да. Теперь, что были пленки, которые там и Библия насчитана. Это не вернулось. Порванное какое-то было, там вернулись. Они там отрезали, там еще делали. И златоуз, и жития что-то вернули из этого. А остальное нет. 20-й век жития не вернули. Трагедия русской церкви. Это не Архипелаг ГУЛАГ. А трагедия. И по 17, кажется, часов каждый материал вот этот. По две катушки 375 метров. 8-20 катушка. Но за что же я сидел-то? А этот-то, да когда я только малил малую часть, А дали стихотворение, там я задел Ленина. Стоит свой рот ащерев. По мету птиц, подставив голый череп. Вождь атеистов, сонмище иуд. Вот. Воскресение Христово, низверно. Рим падет к КПСС. В аккордах радуги и люди на коленах. Христос воскрес, воистину воскрес. Да мы тебя знаем, что партия падет. Она уже на грани была. Понимаешь? Это тоже, вот я говорю, что ему зачем это нужно? И вот они там стихотворение ходил один, он хорошие стихи пишет. А я обо мне написал. Я его засчитаю здесь. И они вот ухватились за это стихотворение. Ну не о тебе обо мне. Дальше хватает Златоуст из Потеряевки, название фильма про меня. Златоуст? Это мне про... Я не знал, как он назовет-то. Никак. Но это не в... Ладно в одном месте, а то в другом, третьем, в государственных органах. У меня сижу на краевую газету, 68 тысяч экземпляров. Златоуст 2-й строитель на этой улице. Я не говорил, нигде не называл, какое я Златоуста. Но закрепилось это. И каждый берет это слово и говорит, он на это нападает. Почему? Зависть. Это страшная вещь. А его назовут, да нет, сквернавцы. Какие они там Златоусты? Вот у меня сегодня только четвертая беседа по скайпу. Полновесная. Притом не нападки. Новые люди приходят. Они давно ждали, когда я вернусь в город. А у них есть это? Нет, конечно. Нет. Они вот даже беседуют с Мирнов, там кто. Ткачев. У них никого нигде нет. Он сидит за столом, ему там передают аудио где-то. А у меня все открыто. Притом, ну все открыто. И в комнате фотографируют. Вот. Так что лживые до беспредела. А ложь всякая дьявола, всякая неправда, есть грех. Я поясняю, что верить не надо тому, что говорят. Но я ничего не держу. Их я молюсь. Я знаю их имена всех. И, зная это, годами молюсь, ни одного дня не пропускаю. Господи, в разуме их. А они прямо из себя сатанеют. А из-за чего я их не трогал, не задевал. На их там ресурсы какие-то. А там 10, может, роликов стоит, где у одного. Я тоже не захожу. А зачем мне туда заходить? А они у меня пасутся. Они ко мне в дом залезли. И тут гадят. В моем доме. Я мог бы сказать только так. Аман тоже на кисфире-то начал там, если. А он зашел в троксерство. И царицу насиловать хочет. Так я скажу, что жену мою тоже насиловать хочешь, ты о ней заботишься. Я не ордоксерц. Но аман-то налицо. Дальше. Христа называли, что он нечистой силой делает, силой князя Бесовского, Вильзиула. Но Вильзиулом не называли. А это божество. А это прямо ваал. То есть, это никакой грани, ничего нет. Ничего у меня нет этого. У вала там оргии были, как отмечали. Здесь ничего. Это у них, да. Эти оргии там. А там можно подойти. То есть, когда Саевский говорит, хочешь сильнее человеку укорить, укоряй его своими недостатками. Ну, здесь никак. Потому что я буду сейчас кое-что показывать, которое полностью раскроет личность сначала этого главного режиссера. Ну, а дальше будем уже говорить. Так. Вот я показываю этот ролик. Вот смотри, сейчас я его включаю. Здесь. Вот как. Ваал. Крупно. Это вал. Это интересно. Вот, представь, нас дал вал. Я всех приветствую. Сегодня у нас будет посвящен ролик очень важной теме. Совсем недавно мне начали поступать предложения посмотреть один видеоролик, который выложил на свой канал Игнатий Лапкин. Посмотрите, я выложил мой материал. Я ничего в нем не вижу. То есть, они ищут и не находят. Ищут не один день. 56 лет. 56 лет. Вот это скопище бесовское вокруг меня. А что, это моя колокольня. Они ничего не находят. А я их всех себе записываю и молюсь за них. И ночью, и днем поминаю. А там Бог разберет, что. Дальше. И в котором он очень неуважительно, скажем так, мягко относится к своей супруге. То есть, я отношусь неуважительно к своей супруге. Так, первый вопрос. Попрошу мою супругу. Так, я к тебе уважительно или неуважительно отношусь? Ну, они где-то считают неуважительно. Ну, он считает так. Да. Так. Чем ты не обеспечена, может, как-то тебя... Да все хорошо, слава Богу. Так, мы прощестям будем сейчас. На каждое слово. Он заботится о моей супруге. Аман. Это мой супруг. Аман. Да, дальше. Причем эти предложения, посмотреть этот ролик, поступали мне от православных христиан. Я отнекивался, отмахивался и говорю, ну чего... То есть, его просят не кто-то, православные христиане. А православные христиане, его щурается, как шумы заболотные. Тесть его запретил даже приходить к нему. Это его... А она, его теща, она у нас член общины. Член общины. Его жена поет на клиросе. Это разрушитель. Он должен так и сказать. Я там не видел. Что там может быть для меня нового. Но потом я случайно увидел этот ролик. Случайно посмотрел этот ролик. Понятно. Ему говорят, какой ролик. И он случайно. Ну, если говорят, так они тебе его и передали. То есть, тоже не боится лжи. И вот хочу своими мыслями на сей счет с вами поделиться. То есть, он хочет поделиться. Когда крестный ход сделали, но вечером, перед крестным ходом, тот, который его поддерживал в своях, тот прибежал, упал, батюшки, говорит, на коленях, и просил, простите меня, что я с ним это... Ну, заодно был-то. Они там покупали, что-то делали, такое. Однажды он пришел, и за оградой растет тополек там, тополь молодой. Я вас срубить. А у нас в уставе не имеет права, пока не придет и не разрешит там староста. Ну, кто-то должен наблюдать за этим. Батюшка говорит, ну, зачем, он за оградой растет, молодой, зелень такой, да. Он как, фу, плюнул. Батюшке, когда вы все лапкины передохнете? Батюшка говорит, ты плевки эти все соберешь потом. Это вот он. Это тогда было. И бывает, когда занятия, а его на занятиях нету, занятий идет. Он где-то в других областях. Но к вечеру явится, и начинает тогда, дайте я послушаю, про меня говорили или нет. А ведь жену-то где взял? В нашем собрании. Мать, близкий нам человек. Он получил жену-то через меня. Но разжинают, значит, и дети. И у другого точно так. А у другого их жены, родные и сестры. Его жена, которая комментарии дает, это родные и сестры. И тот точно так же жену нашел где? В нашей общине. Был членом общины, и он тоже был. Ну, вот теперь разбирай. Что, во-первых, неблагодарность, хамство стопроцентное. Он ни на возраст, ни на чего никогда не смотрел. И вот теперь подводит. Итак? Итак? Ролик называется «Занятие по изучению Святой Библии евреям 6 глава». Датирован он 15.04.2018 года. То есть весна 18 года, апрель, и просмотров 1482. То есть полторы тысячи просмотров. И так начинаем смотреть. Никого не избрал сатана, только его. А почему? То есть совершенно невыносимый. При таком поведении, при таком разврате. На улицу бы не вышел. Но он прибежал когда-то сюда, а потом монастырь у нас здесь знаменский. И он к архимандриту Феодориту. А ему что надо было? Из пяти мест, семь лет. И сколько там? Семь лет. И должен вынести ее, за дверями стоять, а потом прийти. А мне этот Феодорит и говорит, что он ему говорил-то. Он говорит, не кажется, пришел когда и стал говорить вот так, я что должен делать-то. И отсюда он сразу ринулся к баптистам. Тогда все православное долой. Никак. Ну, в ролике-то это хорошо видно-то. Но на этом он не остановился. Мне звонят и оттуда там руководство и говорит, этот человек у вас был-был. Так он за женщинами здесь у нас опять. Так он такой и есть. Вы меня не спросили, а теперь. Его сразу там нахлопнули. У них молодежь уходит, и он с молодежью ушел. Но и там не пошло, видимо, и там начал щупать. Кура щуп этот. Ну и все. Так не так. Так мне оттуда звонят, говорят, я не вручаюсь. Вот дальше-то что у нас было? А что дальше? Ну, она что делать-то спрашивала, сойтись с семьи, сойтись. Я говорю, сойдешься, только на беду. Ну, ты сама смотри. Ну, и вот он запрещать тебе будет. Дети ходили ее. Он всех детей отвел. Всех. Всех. У него большие переживания ждут с детьми. Я их знаю, они были. Ну, когда раздрайв в семье идет где-то. То есть он, я говорю, где он сейчас? Теща говорит. Жанна, нигде. Нигде. Они сейчас рыщат, засаду на меня делают. И что интересно. Утром я ролик еще не смотрел. Не глядя, сказал, кто это. И стали считать у нас по порядке псалтырное чтение. И считаем. Девятый псалом, десятый, сегодня одиннадцатый. Вот эти три псалма прочитай. Это мой псалом. Это мне Господь сказал, что там есть. Не раньше, не позже. А мог быть 150-й, там 148-й. Нет. Девятый, десятый, одиннадцатый. Вот эти псалмы прочитать, тогда увидите. Вот теперь он рассказывает. Посмотрим мы всего 10 минут из этого ролика. Но эти 10 минут стоят того, чтобы вам посмотреть. Понятно? 10 минут посмотреть стоит того, вам посмотреть. А себе ни слова нигде нет. Я его просил здесь над моей женой командовать. А он не понимает ничего этого. И вот она сзади решила вылезти. А я не взвинулся. Но ей пришлось через скамейку дальше пройти. Только и всего это ни один суд не примет. Не бил, не разговаривал, не оскорблял. А теперь они смотрят, кто улыбнулся, кто как. И на каждом нападает и все. Ну какая тут, говорит, действительно. У нас отец говорил так. Такой, говорит, с соплями, говорит, в детстве совесть сожрал. И вот он сейчас показывает. Вот она будет выходить, а я недвижимый. Это все мое произведение. Итак, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, все начинается, все благостно. Время 11.20. Вы видите людей. И стар, и млад присутствуют на этих занятиях. И вот начинается занятие. Смотри, сколько слов. Какое обвинение? Нет, он за все потом будет цепляться. А вот такое. А он может показать ролик, вот так, чтобы было общество, там дружина. А это остались после службы некоторые. На занятиях это не все остаются. Кто-то далеко живет, в другой деревне где-то. Он этого не понимает. У него ничего этого нет. Ни места собраться где, ни людей нет. Никого нет. И тех, которые теперь вокруг свистоплеска, у них тоже ничего нет. А какой-то опыт есть, конечно, нет. Ничего этого нет. К изучению Святой Библии, как ролик и озаглавлен. Господи, я хочу вас заметить. Отвези наш путь, по равенному Писанию. И по этой жизни придарись слышимое слово, суверенностью, будь и святом, и судьбой. Я, кстати, тоже на это скажу «Аминь». Да. Слово Божие надо не только слышать, но и исполнять. Вот начинается занятие. Как один сказал стихотворец в адрес Игнатия Лапкина, в обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз. Вот заметьте, это стихотворение, как оно и жжет. Это мне посвященное стихотворение. Ну, человек ходит на занятия, он уже не ходил в это время, нигде уже ушел, сатана убил. Как оно бесполходит? Ну, такое стихотворение-то, это в университете. Я вот здесь потом прочитал. Ему посвятил кто-то? Да, конечно, нет. И никогда не будет. А почему? Ну, понятно, грязное, тухлое болото, кому понравится. Одесса идут к живому источнику. Вот, начинается все хорошо. Обстановка светлого покоя. Я немножко пролистываю вперед. Аминь. Восстание Евреев, 6-го апостола Павла, 6-я глава, 13-й стих. Идет изучение послания апостола Павла к евреям. Считается, что апостол Павел написал это неподписанное послание. Есть разные мнения на сей счет. Ну, как бы классическое мнение, это именно послание апостола Павла. То есть, его никто не слушает. Здесь-то речь идет обо мнении, о Павле. Могли не Павла считать, могли считать бетхозаветную книгу, но он где-то старается вставить. Он дар проповеди имел. Все сатана похитил. И здесь-то начинает толковать. Да кому это неизвестно-то? Жажда есть, а ничего нет. Все потеряно, развалено. Ему полностью 108-й псалом посвящен. Все заросло бурьяном и дверь оторвало. Послание к евреям, я вам хочу сказать, очень сложное послание. Речь не обо мне идет. Он уже о послании, охота учить. Он учительный очень. И вот как-то мать, видимо, ему помогает. Купили автобус, чтобы людей возить. Но, видимо, что-то не заладилось. Автобус это права надо там все брать на патент. И он каким-то путем, я не знаю, то ли я в деревне был, автобус его поставили здесь. У меня, где я сижу. Ну, я говорю, если поставили, чтобы днем приходили покупатели смотреть. Но не ночью. А тут пошли, уже темняется, и люди лезут через забор. Мне-то зачем это? Ну, ему сказали, раз такое дело, ты тогда автобус заберегал, себя поставь. Нарушил все правила. Ну, мы сидим с батюшкой, вот где я сижу. И он зашел с матерью. Он кидается драться. Так мать встала перед ним, а так вот кое-как его держали. То есть хулиган. Он же у меня был бесплатно. И он же нарушил правила, и он же лезет драться. Он когда-то шпагом, это, фехтовальщик был. И требуется внимание, определенные знания, ну, естественно, руководство Святого Духа, чтобы в нем разобраться. И вот начинается изучение этого послания. Ты знаешь, сколько говорит на одном и том же месте. Начинается послание, послание к евреям. И опять то же самое. То есть он не может нигде высказаться. А охота. Потому что ему напоминается, что ты был не такой, как в житях святых написано. Ты был, говорит, как чистый источник, а стал тухлым болотом. Время 11.20. Время 11.20 уже второй раз говорит. Зачем? Ты покажи тот момент, который тебе кажется критическим, где я виноват в чем-то, там ударил, убил, изменил, или что там сделал женой-то. Ничего нет, он на одном месте топчется, и теперь каждого, кто как смотрит, объясняет глаза. Как не мог ни кем высшим клятся, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословляя тебя и размножая, размножая тебя. Да, сидят мужи, взрослые, бороды. Понятно. Это толкует. Взрослые бороды, ну все же это видят. То есть растягивать на 10 минут, а там полминуты всего, только надо показывать-то. Пояски, все как надо, рубаха застегнута на верхнюю пуговку. И вот на, получается, на какой, на сороковой, на сорок девятой минуте, на сорок девятой минуте, сейчас мы ее найдем, сорок девять минут, почти час прошел, люди сидят, слушают серьезное послание, требующее внимания и других напряжений. Ну и столько, речь-то идет не об этом. Он в психологии вообще не разбирается. И вот замечай, когда у людей нечего говорить, он начинает округ да около пускать дым. Ну это всем понятно. Послание третий раз называют, а какое оно, что? Ты зачем пришел-то сюда? Зачем залез в этот ролик-то, если он тебе не нравится-то? Мы их извили, чтобы его понять. И вот на сорок девятой минуте, сейчас я найду это место, один человек хочет покинуть все собрания, хочет покинуть это занятие. Почти час прошел, чтобы, чтобы сейчас мы поймем, по какой причине. Вот, обратите внимание, вот это Игнатий Тихонович Лапкин, а это его супруга, Надежда Васильевна Лапкина. И вот она хочет покинуть, сейчас она объяснит, по какой причине. Хотя можно было бы и не объяснять, по какой причине пожилая женщина, который за 80 лет хочет покинуть собрание. То есть он очень жалеет ее. Очень жалеет. И никто-то его-то не знает, и думает, какой он жалуется их женам-то, ну, замечательный мужик-то. А на него, говорит, пищать негде ставить. И молча вышло бы, и все нормально было. Ему еще 80 лет, а ей уже за 80. Вот смотрим внимательно и слушаем внимательно. Я этот вопрос задал. Все это, как ты сказал. Я не знаю это все. Когда я сказал, что это такое, я сразу перестал знать. Надежда Васильевна за свою долгую жизнь вот это уже миллион раз все слушала. И про Геннадия Фаста, и про то, какой он хороший священник. Понятно. Речь-то идет совсем не об этом. Вот он нагоняет ей стоимость какую, а теперь эту стоимость не узнали, и попрали ногами. Вот она бывает, ей столько лет. Ну, речь-то совершенно к делу-то не относится. Момент в том, что я не пустил ее, не встал. Пришлось идти там маленько подальше на пять шагов. И как Игнатий Тихонович Латкин его увел из протестантов. Она все это тысячи раз уже слушала. Рядом находятся, вот посмотрите, Дети справа. Дети справа. Ну, явно видно, что не старуха-то. Пустослов. Дети справа, детские дети будут плохие, если они вот это увидели. Да дети взяли пример. Пример, в первую очередь, как обо мне сказал Максим Степаненко, на меня говорит, с большой буквы слово «мужик». К такому слову подкаблучник ни с какого бока не подъедет-то. И она это знает. Меня трогать не надо. Я сижу на занятиях. Я был в Сакраменто, в Америке, город. И священник говорит, у вас бывает, что во время службы люди в туалет ходят? Я говорю, больные, которые бывают, там два человека. У нас тоже было. И стали ходить ноги. Я беседовал, не помогает. Я взял на замок, закрыл. А бывает такая, которая совсем никак. Ну, там дежурный отдал ключ, говорит, для одного человека двум откроешь и все. Закрыл. Это не я придумал. Идут занятия. Вот она сидела, и теперь я ей не в моготу. Ну и что? Тебе-то какое дело до этого? Это моя жена. Я ее не задерживаю. Она и ушла. Ничего нет. Я-то знаю. Зачем залазила туда, откуда трудно выходить. Вопросы-то к ней, не ко мне. Я сижу, никого не трогаю, ни один не трогает. Почему она должна трогать и шевелить? Это не первый раз у нас такое замечено? Тут молодой человек штудирует. Игнатий Тихонович говорит, этот все записывает. И вот она хочет выйти. Понятно. Вот она выходит. То есть совершенно нечего говорить. Она хочет выйти. Ты скажи, вот женщина, у нее две руки. На каждой руке 10 пальцев. Ну и дальше платок у нее надетый. Девочка наклонилась. Наклонилась на левую сторону. Рукой оперлась. Ну то есть пустослов и пустозвон. Надежда Васильевна, которая за 80 хочет... Только сейчас говорил за 80. И опять повторяет. Забыли. То есть цену поднимает. То есть не в моготу. Если я ее не выпущу, то она отравит вес воздуха здесь. Кинуть сей урок. 49 минут прошло. В школе уроки заканчиваются уже. Здесь урок продолжается. Заметьте, я ее пальцем не трогаю. Она меня по голове долбит, показывает по глухонемому. В туалет хочу. Вот так вот, когда два пальца, по лбу стучат. Я сижу спокойно. И он вмешивается в семейную жизнь. Для него разницы никакой нет. Мне за нее отвечать. Я знаю, что по-другому я ее не провучу, чтобы она никогда занятия не срывала. Зачем залезла туда? А бы сидела на скамейке, которая с этой стороны стала. Она бы встала, ушла, и никто не видел и не знает. Бывает, не приходит, бывает, не может. Свободно. Не размешаю, пожалуйста. Надежда Васильевна, улыбаясь, старается смягчить ситуацию, просит его выпустить. Ну, ясно, что просит выпустить. Она не просит, чтобы перепрыгнуть через меня. Но если ты просит, чтобы два меня, один, два, два и нет. Если я сказал, ну, то еще, чтобы не молотом. Дыгнет молотом. Она пытается ему на ухо сказать. Будет баба голодом. Обратите внимание на ребенка. Ребенок улыбается. Ребенок улыбается. Значит, никто не пострадал. Как этот, у Дворкина, там, рождественское чтение. И вызвали там одну, Анну Владимировну, АСД составили доклад против меня. Один. У них там 13 выступлений, одно мне посвящалось. Ну, что самое удивительное, говорит, дети в лагере смеются. Это невозможно там. Давайте Роспотребнадзор. Написали. Вот натравили, а дальше-то нет ничего. Давайте метрополиту напишем. Никакой роли. Давайте там Новопашин с Новосибирска отдел. Написали. Звонят теперь туда. Ответа никакого нет. То есть ничего нет. И я окружен, как говорят эти разные буддисты, ауры. Они не могут приблизиться. Вот смотри. Ищет преступления. Это уже не наглость, не наглость. Это издевка над самим человеком. Над самим собою. Слышно слово в туалет. Женщина за 80 просто хочет выйти в туалет. Опять же. Ну, ясно, что женщина. Каждое слово лишнее. Что женщина хочет выйти в туалет. Говорит. А тебе-то какое дело до туалета? Что ты в ней проверяешь? Залез-то куда? Ну, мы разберемся с туалетом-то. Им не стыдно ничего. И вокруг него там дают такие утробы несытые. Там пациенту рвесом. Я их знаю, этих людей-то. И они знают по себе, что ему надо в туалет ходить 8 раз на дню. Муж ее не пускает. Он не пускает. Потому что это мужчина. Который поставлен на ней главою. Выходи в другое место и никогда больше не залазь. Это урок. Все смотрят это. И все понимают. Да. По какой причине? Слышно голос одной женщины. Она говорит. Сейчас он через минуту отпустит. То есть немножко поиздевается над тобой при всех под камеру. И отпустит. Смотрим дальше. Под столом проверь. Бабка 80 лет. Встань на карачки. Понятно. Даша начинает хамить, безобразничать. То есть никаких комментариев не надо. Тут комментарии... Любой следователь посмотрит и скажет. А о чем здесь речь-то идет? Какое кому дело-то? Это не как... Даже желал бы кто-то. Даже придумать нельзя. А вот самый такой хам. Бессовестный. Погрязший в беззаконе. Ему это доверили. Давай-ка ты. А ему разницы нет. Кому плевать-то? А вот обратите внимание на лицо вот этого человека. Фамилия его Пупков. Вот. Ему не 10 лет. Ему не 15. То есть все судят подряд. Вот он должен не так. И должен спросить у него, какую я должен улыбку сделать, или скорбь, плакать мне, или плясать. Его даже ему и спрашивать. Я не знаю, сколько ему лет, но взрослый мужчина. Хохочет. Это улыбнулся, это хохочет. А та разница очень большая. Не занимайтесь, допустим. Ну, давай, маме. Слышен голос человека по фамилии Дыбунов. И он одну женщину, по-моему, это Людмила Степановна. Ну, мне так кажется. Представьте, чем человек занят. Я сейчас покажу дальше. У него ничего за душой нет. Нигде не работает, сидит дома. Я вчера спросил его своих, а где работает? Да нигде. А куда ходит молиться? Никуда. Весь ответ. И вот это время-то есть. Ну, а возраста какой-то, 50 лет, нету еще. Осаждает и говорит, не занимайтесь адвокатством. То есть, защитой. Адвокаты защитой занимаются. Ну, все же знают, что адвокат это не космонавт. Он поясняет, адвокат это тот-то, тот-то. Вот эта женщина, Людмила Степановна, пытается заступиться за Надежду Васильевну. Но вот этот вот товарищ, который Христос воскресе, только что недавно пел, который... Посмотрите, какая у него борода правильная, поясняет. Понять о чем. Вот до какого уровня можно консенсию опустить. И вокруг него сейчас колготятся здесь, и другие. Это мерзость, это бесовское общество и прочее. То есть, демоны вырвались на свободу. Я дальше все это разложу по полочкам. Лжи нету конца. Вот это человек, кто подряд судит, то не такой. Это говорит, защищает. То всех подряд судит. А зашел в чужую комнату. Сок у него. Все у него правильно. Все у него по канонам, Игнатия Лапкина. Он комментирует. Хотя мог бы просто промолчать. А в чем суть? Вот у них на стенке, сейчас я немножко назад отмотаю. Там надпись, ищите горнего. Не о плоском помышляйте о горнем. Монахи, кстати, всегда эту строчку выворачивали наизнанку. То есть, ей надо просто в туалет выйти. Но тут идет разбор очень сложного послания. Она встанет и уйдет. О горнем помышляйте, а не земном. Так, я оставлю. Это конца нет. У нас свой материал есть. К тому надо посмотреть полностью. Поставил ролик я, моя. И поэтому я ничего в нем не видел, ничего и нет. Ее как-то оскорбили, обозвали. Нет, просто знай порядок. Сейчас через полчаса закончится, ничего с тобой не будет. Мы едем иногда в поезде. Заранее в самолете везде закрывают. И ты пока дойдешь, а я не могу идти. Никто не говорит. Один раз на выправку вводят в заключение. Проще, утром только. Отоставляю. Сейчас я это закрою. И перейду на свой форум. Это останется пока. Вот, он подписывался, вот впереди буквы такие, DM912 и 2 и 3 ноля. DM. Он ставил DM, а я сказал демон. Я расшифровал. Ой, как он взялся. И вот он дальше пишет. Это его, видишь, один пишет. И пишет так. Смотрите. В мужских монастырях Просветал Содомский грех. Просветал. Не просто там случай какой-то был. Когда им на одной рогожке не разрешалось быть. Просветал. То есть он вон куда ходит. Это он самый. И дальше пишет. А в женском, как в Барнауле, если было озеро, а тут озеро, то дно его было усыпано трупиками младенцев. Ну, понимаешь, это еще на это сказать. Я это потом объяснять буду. Трупиками младенцев. А трупы-то на дне не лежат. Они плавают. Он даже это не знает. Из монастыря они выйти не могут никак. Я подробно дальше буду объяснять. Это пропускаю. А называется этот ролик. Потом я скажу, как называется. У меня там записано. Я пишу. Вот. Барнаульский хронограф. Календарь знаменательных дат. 2010 год. Издается с 1995. Комитет по культуре администрации города Барнаула. Алтайского ордена. Знак почета. Краевая универсальная научная библиотека имени Шишкова. Мне подарили. И там про монастырь много написано. Вот здесь вот. Я вам советую зайти и просчитать. Какие были монахини. Это не верующие люди пишут. Это были ангелы во плоти. А вот он сидит собирает. Ну тут ему Алексей Загуляев подробно отвечает. Тут уже не увидите. Вот еще один пишет. Александр. Это Роман Долгов. Вы так уверенно пишете. Это как будто вы присутствовали при таком событии. Про вас уже писалось где-то. Что вы кого-то совращали. У меня теперь подозрение. Может вы и монахинь соблазнили. Раз такие подробности про младенцев вам известны. И дальше. Хотя я очень и очень сомневаюсь в правоте ваших высказываний. Игнатий Тихонович по этому поводу более впечатляющий расклад дал. Вы ответьте мне на мой вопрос. Такой. Да ладно. Можете не отвечать. И так понятно. Тут дальше. Слава Волков с ним разговаривает. Тут еще кто-то. Сергей Пупков. Отвещает. Сейчас я переключу на другую страницу. Два. Третья. Дальше я комментирую. Это его биография. Я бы и не говорил, как бы не это. Что? Люди-то как уверят. Это маленько. Посмотрите, кто перед вами-то. У него абсолютно ничего нету. Нету. Так. Третья страница. Что-то не переворачивает. Закрылась. Ну ладно. Может потом вернемся. Что тут такое? Форум. Дальше. Это мой канал. Тут еще. Видишь, что не очень тянет. И он еще написал ролик такой у него. Синдром. Старшего брата. Притча о блудном сыне. На моем этом форуме он образует. Его никто не трогает. Вот. Я показываю старший брат. Дмуха Александр Георгиевич. Автор всей статьи, скрытой под номером ДМ. Вот он стоит в Потеряевке. Его видно. Камень. Домик построил. Вот. Так сам Саша начинал свою взрослую жизнь в поселке Потеряевка. В отдельно взятом христианском поселении. Говорит, а я его повторяю. Где его руками выстроен был красивый домик. В котором были счастливые дни его юности. Верные друзья и породистые голуби на крыше. Я ему дал. Дальше. Вот издалека как этот домик выглядит. Дальше. Вот уже дом оформленный. Летний там начинает строиться. Вот он сидит. Мир тебе. Первый ассар 25-6. Мир дома твоему. Мир всему твоему. А теперь вот во что он превратился. Ничего от него не осталось. Сидит как мертвец. Даже трудно поверить, что человек не в гробу лежит. Ну и так. Теперь он говорит. А тут его брат меньше. В белой рубашке младший брат Константин Георгиевич Дмуха. Не покидавший дом своего отца, как старший блудный его брат. Вот я его подробности такие не говорил. Но он так. Дальше он опять говорит тут. Тут Мария Жданова. Все тайно станет явным. Опять он тут еще. Тут Наталья Загуляева его говорит. Много хамства сквозит в ответах Александра. Хочу прокомментировать хотя бы одно. Написал множество толстых книг, которые никто не считает, кроме его общинников. Добровольно, принудительно. Это про меня пишет. Она отвечает. Я сама лично по заявке людей отправляла несколько посылок с этими самыми книгами на почте совершенно посторонним людям в Краснодарский край. И эти люди считают эти книги, открывают для себя очень многое. Все вас искренне жаль за тот камень, который носите за пазухой. Она ответила. Ну, тут не надо говорить, что никто не считает. 600 библиотек имеют. И когда я сдавал, она библиотекарь не успевает записать. Тут же разбирает. Она говорит, ну дайте я хоть запишу их. Запишу. Прям тут же я только выкладываю, и сразу разбирают. Ну, а ему какая разница сказать-то. Вот пишет. Я на форуме с первых дней. Это Сергей К. И каких-либо позазрений ни разу не испытывал. Тем более таких. Ну и дальше посчитать. Никто тут не притесняет. Он снова говорит. Наталья отвечает ему. Это сейчас мне надо на раз шестой нажать. Я показать просто хотел его. Плохо идет. Трудно переключить. Это синдром. Ну, смысл понятен. Я рассказываю там, как монахини погибли. Тут убийство было. Семь монахин сразу задавили. Он не идет тут никуда. Сейчас я... Ну, не удалось мне перехватить. Вот. Теперь. Теперь я... Начинаю отвечать. Псалом 118, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды правды твоей. Вот если бы он молился, то семикратно-то. А то ни разу не молится-то. Молитвы-то нету никакой. За суды правды твоей. Сем-то раз помолился бы, она бы не пришла к тебе мысль. И дальше. Притча 16, 18. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Еремея 9, 24. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне говорит Господь. 1 Коринфянам 1, 31. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. 2 Коринфянам 10, 17. Хвалящийся хвались о Господе. То есть, я когда говорю о ней, а вы хвалитесь, я показываю, я ей по повелению делаю. Что Господь сделал? Веселитесь о Господе и радуйтесь праведно и торжествуйте все правы и сердцем. Псалом 31, 11. А я теперь поясняю. Вот он на чужой ролик пришел, но и одно и то же повторяет. Я говорю. 12 834 видеоролика за 6 лет. 2190 дней. То есть, по 6 видеороликов каждый день считается в субботу и воскресенье. 6 лет ежедневно по 6 роликов выставлялось у меня. Он может показать? Конечно, нет. Ни одного ролика, где были бы отключены комментарии. Еще одно. А они вот... Выступает кто-то там, Осипов. Комментарии отключены. А у меня ни одного не отключено. И поэтому они тут и гуляют. Нападок со свернословием и явно не по адресу пришедших более 6500. Заблокировано по 3 человека каждый день. За это время. Дальше я показываю, что нам и сделано. 41 тонн наших книг. Полная Библия, 77 книг. Сколько? 89 часов, 55 минут. Ну, 80, то есть 90. 38 секунд. Это объем 5,2 гигабайта, 215 пайлов. Вся Библия с неканоническими книгами. Я поясняю. 3 миллиона 172 тысячи 512 букв. Этой математикой я занимался. Он будет заниматься, а он не знает. Теперь могут знать. Я потратил время. Я люблю очень математику. Дальше. Открытым охом книги у меня по 752 страницы. 752. 33 тома. 47 миллионов, 950 тысяч, 623 буквы. То есть 3 и 47. А то посчитай сколько. Ну, почти 12, даже больше, 15. Библии. Время сколько это отняло? Общий вес изданных нами книг около 36 тонн. Стоимость около 55 миллионов рублей. Он будет заниматься этим? Нет. Они все центрские отделы. Кемерский, Новокузнецкий, Тульский там берут. В Одессу послали. Киво-Печерскую лавру мои книги. И ни слова за 15 лет. В 700 библиотек мира подарено более чем на 35 миллионов рублей. Ну, попытайся подражать-то это. Все это издано было в частном порядке, без государственной помощи, а только с благословением Божией и помощью добрых людей. За это время я провел за компьютером 9 лет. Более 30 тысяч часов. Дальше поясняю. Православный наш сайт. 21 января 2009 года. Мой мир. 28 января 2010 года. Форум. 7 февраля 2010 года. И православный видеоканал. 21 декабря 2012 года. Ну, 6 лет. Вот 12 834 ролика. В интернетной сети, в мировой, нигде нету столько. Нету. А у них ничего нету. У нас есть страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, в живом журнале и иное. Но я там не бываю. Ставят модераторы и прочее. Там модератор, администрация наших ресурсов. Дальше я показываю статистика на книге. Показываю опять. Больше, чем в полной Библии, букв у нас 15,117. 15 раз. Слово «Христос», «Христианство», «Христиане» встречается в моих книгах 43 124 раза. Для Слова Божия нету. Книга отдельно, мои биографии там все. Вот. Сколько здесь букв. С 21 октября 2001 года прошло 9 лет. Вот что по статистике выходит из книг. Если на полку поставят, то займут 1,787 метра. В 33 книгах открытым оком. Я поясняю здесь. То есть, к истину православия еще туда не входит. Для Слова Божия не входит. Симфонии не входит. Он может что-то показать? Нет. И они это не видят. А он видит, как не пропустили. Новый завет с толкованием блаженного фифилакта. В трех книгах знаков 4,5 миллиона, а в Библии 3 тысячи. Это все надо было верстать, проверять. Корректоры работали. И кроме того, кажется, 197 комментариев моих. Вот так. Итак, всего в книгах моих всех слов и знаков 57 миллионов. Для сравнения, полная Библия, звучание 89 часов 55 минут. Архипелаг ГУЛАГ, сколько, канонические книги, Ветхий Завет. Это все потом можно будет посчитать, посмотреть. В неканонические книги входят 13-14 главу пророка Даниила и далее. Дальше. Пересчитал снова весь Коран. Построчно. Посчитал количество стихоп аятов во всех 114 сурах, главах. Получилось, у них два варианта там есть, около 6212 аятов. 6236. Буху 554, 202. В Новом Завете, вот показываю я, Новый Завет 612 тысяч, а Коран 554. Итак, соответственно, Коран шоу прослушать 16,47 часа нужно. 679 мегабайт. Он будет заниматься этим? Нет, конечно. Тут сколько восклицательных знаков в Коране, слово Аллах. Спроси мусульманин, он не знает. Я говорю, 2799 раз. Евангелие, слово 12, Господь 954, Бог 42, милость 240, милосердие 228, книга 115, христиане 15. В Библии слово христианин встречается всего три раза, а у них 15. Вот интересно. Многобожники 43, сотоварищи 91, Коран 68. Для сравнения, в Коране имя Ибрахим, то есть Авраам, встречается 70 раз, а Авраам в Новом Завете 71, и в Ветхом 168. Иса, Иисус в Коране 107, и все показывают слова. Эти цифры дают не просто для интереса. Дело в том, что автор Корана столько раз мог бы обратиться к первоисточнику, чтобы точно до Буху переписать в Коран все, что он брал из Библии. Об Аврааме, Исааке, Якове, Израиле, Моисея, Марии, Иисусе, Давиде, Соломоне. Посмотрите, сколько раз эти имена встречаются в Библии в совокупности. 5216 раз. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным, и чтобы потом не обвинять подлинник, что он где не верен. Нужно еще сравнить Нуха с Ноем и описание потопа в Коране 45 раз. И дальше я объясняю, что слово Божье слаще меда капель сот, а выше Библии никого ничего нету. О библейских персонажах с этими личностями во Святой Библии мы встречаемся 423 раза. Говорю только о том, что перефразируют библейские тексты. Мне, как христианину, совершенно нет дела до повести буддистов, язычников. Но в Коране описываются как библейские события. Если протопопа в вакуум готов был умереть за один аст, то есть за букву а, притом не в Святой Библии, то как мы должны ратовать за сохранение чистоты и неповрежденности Библии? Если мусульмане докажут, что упоминаемые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь идет в Коране именно о детях, Бога и Его, то мы при всем желании не можем не только соглашаться с написанным в Коране, но должны опровергать уже не иудейские, а арабские басни и их мифологию. Ну и дальше. Места писания привожу. Любят ли мусульмане нашего Иисуса как Бога, как искупителя, а не выдуманного Иисуса Пророка? То есть я для чего говорю? Вот куда можно силы было направить. А не повторять сколько лет женщина, которая из-за стола не вышла, там 5 минут. Учат ли так, как учили святые отцы Христовы? Если считает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорбь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библии источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме. И места писания, которые об этом говорят. Апостол Павел говорит, благодатью Божией я есть им то, что есть им. Благодатью его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодатью Божией, которая со мною. И вот они интересуют. Вот представь, 112 тысяч роликов, они не надо им, не надо. Мы, мне наименьшему из всех святых, дана благодать себе, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Ну, то есть, практически прошли мы и Европу, и Скандинавию, и Прибалтику. Он тоже это не берет. Хотя я за собой ничего не знаю, Павел говорит, 1 Коринфа 4.4, но тем не оправдываюсь, судя же мне Бог. Ну и все, что об этом говорится, еще раз выписываю места писания. Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к тому принудили. Вам бы надежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Апостол Павел говорит об этом свободно. Так, дальше я показываю фильм документальный. Глаз вопиющего в пустыне, они за это там муссируют, меня называют. Глаз вопиющего в пустыне, да какой он. Это не я, это Юрий Малашин назвал. Государственный документальный фильм, Красноярский филиал. Занял первое место в России, Златулся с Потеряйкой, вот за это уцепились. Ну не я называл. Ну что тут, тут еще не скажешь. Государственный документальный фильм, Красноярский филиал Свердловской киностудии, режиссер. Первое место в международном киноконкурсе в Югославии. Предчувствие. А теперь нападает на стихотворение, вот оно. Проповедник, яростный и жгущий. Правду поднимающий на щит, Ереси любой развеет тучи. И каким бы ни был гун, могущим из патриархии, обличит. Зал, где его пламенные речи можно слышать. Не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним навстречу, непременно скажет златоуст. Лишь Господь один ему указник, всем любовь внушающий страх. В Боге жизнь ему великий праздник. Остальное тление и прах. Проповедь его неотразима. Истинно и дышит, и живет. Нет ни слов, летящих целей мимо. Все вразящий пущенный полет. Сам же, испытавший ад гулага, он на мир отнюдь не обозлен. И, как видим, даже счел за благо претерпеть свои мытарства он. Пламенем пылает, а не тлеет в этом человеке ум и честь. Что-то он от Никона имеет, и от Аввакума много есть. В обречении нраву он неистов, и держав их небоящий нуж, раскрывает бредни атеистов, мерзкие деяния коммунистов и марксистско-ленинскую чушь. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз. Это в университете. И текут изус с его рекою притча, стих, молитва и рассказ. Завидует. Мне трудно дать его портрет, подобен он волшебной лампе, что гонит тьму, являя светлый Игнатий Тихонович Лапкин. С величайшим уважением и поклоном Рога Владимир Егорович, 63 года. Телефон в Барнауле 24-81-94. Декабрь 92-2. Я дальше поясняю о блаженствах. Когда гонят, поносят награды, радуйтесь. Вы соль земли. Вы свет мира. Не может укриться город. И тогда светит свет ваш перед людьми. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика награда ваша. То есть за этот ролик, за это поношение благодарю Бога. Бога благодарю. Потому что за это готовится награда. Так поступали с пророками отцы их. И сказал Ахаф Ильи, нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное передачами Господа. Вот я его нашел. Он на меня натолкнулся, нашел. А я отвечаю, я бы их и не знал даже. И титул 3.10. Иеретика после первого, второго вразумления отвращайся. Знаю, что таковое развратился и грешит, будучи самоосужден. Ну и дальше места Писания все привожу. Издевались над постонами Бога, пренебрегали словами Его, ругались над пророками Его. Доколе не сошел гнев Господа, народ Его. Так что не было ему спасения. То есть вот что такое дух святой похулить? Вот примерно то, что сейчас вот они делают. Ну пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Жестаковые на люди с необреданным сердцем. Дальше. Скажите праведнику Исаия, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел свои. Какие они плоды будут вкушать, когда ничего нет? Вот я что показал, это большой-большой труд. Что интересно, я подарил только одну книгу к истинному православию, католическому Хсензу. Анжей, звать его, в Томске. И вон наутро встретились, он говорит, это вы сами делали труд? Это какой огромный? Одна книга. Я 40 лет собирал материалы. Почему они ничем не заняты? Я еще ни на один, где-то у них не нашел ролика. А что бы я там делал-то? Еретики. И когда сказал Иеремия все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники, пророки и весь народ, и сказали, ты должен умереть. А тот со мной поступает так же. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющий правду награда верная сеющему. Не с ним только хвалимся и скорбями, зная, что отскорив происходит терпение. Иеремия надо прочитать, 26 глава, Иезекииля 29, о падшем Херувиме. Дальше он объясняет, шестой царь и Нерон. И вот у Нерона там было, когда выступал, людей не упускали, они через стену проникали, там и рожали, то есть никакой меры не знают. Как это? А говорит Нерон, а в это время, когда он написал, Гальба был, 68 по 69 год. Об этом пишет Ириней, ученик Поликарпа. Поликарпа ученик Иоанна Богослова. Домициан в 86 по 96. Есть мнение вот это, но не Нерона, но ему надо именно показать. Я зажал, и она не может выйти, и она еще и тут не разродилась у меня. Праздник Вала Теоргия. Ну, я пишу 49. Ты видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, которые рядом-то с ним, вокруг него кучкуется. Уста твои открываешь на злословие, язык твой слептает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь. Я что говорю-то, это не клевета. Я просто показываю. А кто это? Кто это заказывает? Ты это делал, я молчал, говорит Господь. Ты подумал, что я такой же, как ты. И заблечу тебя, и представлю перед глаза твои грехи твои. Вот я это и делаю. Уразумеете это забывающий Бога, дабы я не восхитил, не вырвал из жизни. Восхитил, это не означает верующего на небо. И не будет избавляющего. Поистине Великий. Его ученик ходил в город и в дороге разговаривался с евреем, который сказал, Христос не был истинным Мессией и Богом. Но этот ученик сказал, может быть и так. Когда вернулся, то поистине не хотел даже взглянуть на ученика, считая его предателем-отступником. Это предатели. Все православное знали 20 октября. Артемий. И ульяна отступнику сказал, тебя Бог допустил прийти на нас, как дьявола наивого праведного. Бог попустил их прийти. И вот сейчас сообщает мне, еще готовится несколько роликов. Другие. Они еще не знаем. Прямо священник, у которого вообще ничего нет. Василий, Леонид и Пегасий. Все эти отступники стали, как гнилое болото. Но опамятовались и пришли в сознание и вернулись. 10 ноября. Милий епископ. Ушел вначале, но потом хотел вернуться. Переживания отступников были столь страшные, что они сами себе выносили приговор. А у него ничего нет. Он не понимает. 18 октября. И ульяна радует, что мерзкое животное погибло. Это не люди, это мерзкие животные. В этот день ульяна отступник упал. Отступники – это мерзкие животные. Первый Петра только бы не пострадал, кто как из вас убийца, вор или злодей, или как посягающий на чужое. Они посягают на мой труд. Ролик это мой. А если как христианин, то не стыдись, то прославляй Бога за такую участь. Ибо время начается суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию. Ну и так дальше. Святое Сидор Пелосил прямо говорит, что чем строже муж обращается с женщиной, тем более она привязана к нему. Так, сейчас мы обратимся к Надежде Васильевне. Давай-ка. Так, тебя там я не выпустил. Ты сильно огорчена? Нет. Зачем же заступается? То вот она сидит, если, ну, потом вы увидите где. Ну, почему не огорчена? Я могла не там сесть, это одно дело. В другом месте могла сесть. А раз не выпускал, значит, по делу не выпускал, надо научиться было мне, как правильно себя вести. Я знала свою болезнь. Так, а почему он заступается за тебя? Зачем? Ну, а я откуда знаю? Потому что не знаешь? Я с ним я не разговариваю. Ну, ничего нет. Этот ролик совершенно безобидный. Ничего, повторяю, нету в этом ролике. Сейчас я дальше открываю. Вот они меня показывают, какой я есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь я показываю, что пишут. Вопрос 2719. И говорят, что когда вы судились с коммунистом, оболгавшим вас, то суд затребовал на вас характеристики. Каковы же они? Вот если бы я, ну, раньше было, я мог подать на него в суд, потому что подписано, все, снято. Ему не ответить никогда. Он ни одного слова не может доказать. Жена его не поддержит, я ничего не делал. Я вообще сидел, ничего не делал. Даже не повернулся. Безбожий партийный идеолог в своем опыте фальсифицировал не бывшее, что я хулиганил, врывался в школу, проповедовал, остранив учительницу. Я подал на него в суд. А ответчики, все как один, всегда идут совершенно ложным путем. Им нужно принести покаяние, и дело было прикрыто. Или уже стараться доказать, что было дело так, как они выдумали. Но они начинают копать под меня, что я когда-то был плохой. Значит, и в этом случае был хуже некуда. Суд затребовал отзывы о моей деятельности. Крестово-Движенской общине города Барнаула. В производстве Женодорожного районного суда города Барнаула находится гражданское дело по иску Лапкина и ТЭК Морозову Николаю Ивановичу от защиты, чести и достоинства и деловой репутации. В связи с необходимостью по настоящему делу прошу представить характеристику отзыва о работе и деятельности Лапкина и ТЭК судья Прилипченко 30 декабря 2004 года. Это официальный документ. Отзыв о деятельности Лапкина Игнатия Тихонова. Две характеристики. Одна из деревни, а другая из местной общины. Кавычки открыты. Мы жители поселка Потеряевка знакомы с Игнатием Лапкиным не понаслышке, а по его делам. Благодаря этому человеку многие из нас обрели веру в Бога. По инициативе Игнатия Тихоныча и его брата отца Иакима Лапкина в 1991 году было начато восстановление поселка Потеряевка. Это единственная деревня, которая возродилась из 350 разрушенных в 70-е годы 20-го столетия деревень в Алтайском крае во время безумной политики коммунистической партии, а теперь больше 400, а всего 21 тысяча в стране. На сегодняшний день в поселке проживает 57 человек, есть неполная средняя школа, фельдшерский пункт, храм. Недалеко от поселка каждое лето действует православный детский трудовой лагерь Станг, начальником и основателем которого является Игнатий Тихоныч Лапкин. В лагере дети учатся любить Бога и Родину, любить труд, учатся помогать ближним, уважать старших, родителей, учителей. Игнатий Лапкин проповедник, наставник, учитель. Он обладает огромным знанием Библии, учения святых отцов. Умея неукротимую энергию, огромную работоспособность, отличную память, умение интересного и доходчивого донести до слушателей Слова Божия, привел к вере большое количество людей, в чем, в конец-то же, его большая заслуга, неукоснительно требовательна к себе и к другим, невзирая на лица и чины. Самый главный принцип его жизни любить Бога и ближнего, учить настроить свою жизнь не на вымостах человеческих, а на исполнении заповедей Божьих. Самоотвержен, всегда готов прийти на помощь, советом и делом. Любому делу отдает всего себя полностью, без остатка. Нетерпим к тому, что делается не по совести. Никогда не пройдет мимо и не промолчит, если видит, что брат или сестра во Христе поступают не по совести. Вся его деятельность направлена на возрождение, созидание нашего поселка и России. За последние три года Игнат Тихонович выпустил 18 книг духовного содержания. Мы, живущие с ним рядом, с радостью, участвуем во всех его делах и начинаниях. Отзыв одобрен на собрании деревенской общины. Принят единогласно. Протокол номер 33 от 5 января 2005 года староста общины Барабаш Игорь Александрович. Другое. Другая характеристика из местного. Это говорят люди, которые знают. На деятельность Лапкина. Родился в многодетной верующей семье. Десять детей. С детства был воспитан в послушании у родителей в страхе Божьем. Лишь в 22 года у него появилась в руках Библия, Слово Божие. И с тех пор, вот уже 42 года, он проповедует о Господе людям. В своей жизни он показывает нам пример, как нужно жить согласно Слову Божьему, чтобы наследовать Царствие Божие. Он постоянно занимается исследованием Слова Божия, читает, пересчитывает, конспектирует и размышляет над ним. Это люди писали дома. Не здесь, чтобы над ними стояли. Человек с непростой биографией, много повидавший, прошедший через горнелы испытаний жизни, психиатрии, тюремное заключение, публичную травлю через средства массовой информации за свою искреннюю веру в Бога и проповедь Его Слова. Человек весьма одаренный и плодовитый в своих талантах, к чему свидетельствует множество людей и дальше поясняет все. Я показываю, а ты засними, с кем профессорский состав, как относится. Вот я показываю, тут можно потом прочитать. Дальше. Еще. Еще. Это все характеристика написана одна. Дальше сейчас покажем, кто писал. может строго обречить. Некоторые обещаются, но говорит он не от себя, а по Библии, на примерах святых мужей и самого Христа. Многие четко понимают свои проступки, грехи и стремятся быть лучше. Обречения не все выносят, и поэтому случайные люди обычно уходят из общины, из круга и в общение. Ну, говорит, и через то обнаружат, что не все наши. В быту неприхотливый, бывает неаккуратен, но любит, чтобы вещь знала свое место, в чем сказывается постоянство его натуры. В еде одежда скромен до невозможности, никогда не опаздывает. Требован к себе и другим, в результате чего бывает трудно с ним ужиться. Но всегда справедлив, вспыльчив, но отходчив. Характер мягкий, юморной. Он не изобилует богатством, а живет скромно, имеет лишь пропитание и одежду, без роскоши и излишеств. Добрый советник, деликатный сосед, педантичен, пунктуален в словах и делах, воздержан во всем даже скуп, доводил в свой сон до двух с половиной часов в сутки. Никогда не дает послабления своей плоти, а пребывает в труде и в учении, ни злобе, ни обыдящих, легко прощает, но перед напором неприкрытой наглости бывает беззащитен и раним, как ребенок. Каждый свой шаг, каждое слово сверяется Словом Божьим. Игнатий Тихонович, надежный друг и товарищ, друзьям не изменяет, хотя друзья не раз превращались во врагов. Непримирим к врагам Рейха, как характеристику 17 мгновения там. Он также любит животных, у нее есть три голубятни с прекрасными птицами, он сам за ними ухаживает, держит их на радость детей и взрослых, погрязших в суете жизни. Ну и далее, описывает, какие были стихи, и это фильмы снятые, любое дело доводит до конца, не терпит праздности, лени, легкомыслия, забывчивости. Неравнодушие ни к кому ни к чему, через призму Евангелия ему до всего есть дело, человек в церкви, государство. Его жизнь это подвижничество, скромное, повседневное. Дальше, 26 декабря 2004 года на общем собрании было объявлено, чтобы желающие написали отзывы о деятельности старости общины Лапкиной ИТ. Суд запросил. Через неделю 15 человек подали свои отзывы. Дмуха, Надежда Александровна, то есть, это жена его брата, вот, которая там всю пакость пишет, их объединила, исключая повторы, в один отзыв в характеристику, которая была засчитана перед всеобщим собранием. Написали Дмуха, Надежда Александровна, Дыбунов Игорь, Жолна Руанина, Зубритская Анна, Михайлова Полина, Москова Зина, Никитина Евгения, Конечникова Анна, Приходько Наталья, Силина Галиня, Тарасова Лидия, Третьяков Игорь, Чернявская Александра, Яков Виктор, 15 человек. Отзыв одобрен на собрание Крестово-Движенской общины и принят единогласно протокол номер 32 от 7 января 2005 года протокол то есть 14.1.2005 года отнес на секретарь общины Дубунова Марина Геннадьевна, Министерство образования и науки дальше будет Российская Федерация Алтайский государственный технический университет дают отзыв на мою деятельность государственный университет вам будет еще интереснее был Игнатий Тихонович я знаю с 93-го года когда переехал жить в Барнаул это профессор доктор наук и был принят это по учебной части проректор учебной работе в Алтайском государственном техническом университете он обратился ко мне чтобы продлить разрешение на проведение в одной из аудиторий университета еженедельных занятий по изучению Библии на условиях аренды 4 часа в неделю в течение месяца я ознакомился со всеми аспектами деятельности И.Т. Лапкина многочисленными отзывами о нем я принес из прокуратуры края там из законодательного собрания там от мэра города ну то есть самая верхушка ну не какой-то там беззаконник сидит и что-то говорит изнакомился с практией его общественной деятельности и дал согласие затем периодически на протяжении 11 лет в то время это всего 18 в одном университете осуществлял контроль за использованием аудитории по приглашению И.Т. Лапкина участвовал в мероприятиях по презентации его книг в дискуссиях беседах не являясь верующим тем я не менее проявлял интерес к Лапкину как к личности к его обширному печатному творчеству к многочисленным и порой противоречивым выступлениям средств массовой информации о нем и самое главное о его многокранной практической деятельности Лапкин человек огромный а в сфере религиозной догматики энциклопедической эрудиции позволяющему в течение многих лет быть духовным наставником для определенной группы православных это пишет еврей мне говорят еврей самый умный профессор а также активно выходить за ее пределы распространяя свои убеждения он активно сотрудничает с пенецициарными учреждениями с тюрьмой на Алтайе отправляя религиозные нужды православных находящихся в тюремных заключениях преодолевая бесконечные организационные и хозяйственные заботы на протяжении многих лет обеспечивал функционирование православной общины и летнего детского лагеря 45 лет при ней в поселке Потеряевка Мамонцев район Алтайского края в основе жизни общины труд разумный аскетизм с моралью и нравственностью предписанными священным писанием и выходящими за рамки принятыми в нашем обществе заметь как умно говорит очень важно что Игнатию Тихоновичу не присущ религиозный экстремизм он достигает цели исключительно убеждением уважительным отношением к инакомыслящим это при том что он имеет твердое убеждение практически по всем жизненно важным вопросам человеческого бытия для меня как педагога лакмусовой бумажкой добропорядностью человека является его отношение к детям а вот на детей показывает ребенок рядом сидит ребенок в своих произведениях и прежде всего в четырехтомнике открытым оком Лапкин подробно излагает вопросы о воспитании детей 4 тома было а их всего 33 тогда было 4 простым и доходчивым языком проповедник ненавязчиво прививает детям любовь к земле к живой природе обосновывает необходимость сбережения на земле самого ценного минерала воды предостерегает от пагубного воздействия на организм табака спиртных напитков в своих исканиях правды справедливости и закона И.Т. Лапкин смело решительно и упорно противостоит как отдельным личностям так и властным структурам что удивительно именно эти качества позволили ему в конечном счете реализовать свои замыслы хотя и в ограниченной но вполне конкретной сфере он восстановил исчезнущее село Потеряевку добился своей реабилитации после несправедливого осуждения и даже частичной компенсации ущерба накопил обработал систематизировал в печатных трудах и в электронном виде значительное количество исторической информации воспитал единомышленников и последователей являясь представителем зарубежной русской православной церкви и как правило не находил поддержки со стороны иерархов российских церковных структур но жизнь показала что и в этой сфере ожидается определенная подвижка к объединению ветвей единой русской православной церкви в том числе благодаря усилиям президента российской федерации резюмира изложенной считают что Игнатий Тихшин Лапкин в своей общественной деятельности строго следует законам российской федерации он и его община исповедует официально призванные религиозные учения в своих практических шагах они достигают определенных позитивных результатов проректор по учебной работе Алтайского государства технического университета заслуженный деятель науки российской федерации профессор Борис Семкин 7 января 2005 года ну тут у меня стихотворение есть можешь пока посмотреть читать не буду именно на эту тему мои стихи о том как надо быть вместе интересно я пришел как тут сабантуй был ну тут поминает двое процентка и проще а тут представитель краевого суда это юстиции это все генералы вот одна же процентка в присутствии своих сотрудников на своем дне рождения генерал-лейтенант где я был случайно встал сказал перед всеми я один из тех иуд преследовавших Лапкина иуды назвал себя вот за это я его уважаю за открытость даже признание знатных людей я очень счастливый человек они все признали самый счастливый кого они встречали я не могу припомнить ни одной своей молитвы на которой Господь бы мне не ответил при том даже самое невероятное чтобы люди не называли в мире счастьем я это имею в недопустимом преизбытке слова Аллилуйя слава Иисусу Христу не сходят с моего языка даже в лагере смерти даже в туберкулезной локалке где я находился заключенный начальство спрашивали почему вы постоянно улыбаетесь это не рот до ушей а внутренняя радость когда судья Макаров Владимир Александрович огласил мне приговор именем Российской Федерации то его сразу что-то тронуло в моем виде выражение на лице и он наклонившись вперед спросил меня вы поняли нести свой крест возложенный тобой дай силы мне чтоб я без укоризны терпел безропотно не падая душой когда же стихнут бурной жизни волны ты скажешь им довольна перестань гляди уж кладезь от души страданий полны а слезы горя льются через край не плачь душа что скорби окружают тебе нет счастья в жизненной гульбе все счастье там где мирно отдыхают святые кончившие путь свой на земле это я прочитал специально не просто так а еще маленькую Сохаря Наталья пишет мне вопрос 2890 нельзя ли сделать рекламу ваших книг и заплатить на радио газету ответ не запрещаю но сам делать этого не могу ни на что у меня пенсия всего 1300 рублей тогда было со всеми надбавками и льготами на днях зашел в издательство Алтопресс генеральному директору Пургину Юрию Петровичу он мне регулярно оказывает спонсорскую помощь по изготовлению фотовыводов помог на 250 тысяч рублей слышишь Юрий на 250 тысяч заглянул в Алтайскую правду это главное книжное издательство газетное а там показал книгу свою они тоже на меня начали фотографировать и вот уже в Алтайской правде номер 353 за 3 декабря 2005 года на странице 2 на 59 769 экземпляров вышла статья которую я не заказывал не платил за нее но она вполне может выполнить желаемую роль рекламы заголовок в своих книгах Латкин ответил на 2900 вопросов тогда на днях кавычки открытый Игнатий Латкин известный барнольский православный проповедник выпустил свой новый письменный труд открытым оком это 21 православная книга несколько экземпляров автор уже переслал в Германию Грецию Америку Канаду Австралию и на Украину новая книга ну и дальше поясняет засними это все это обо мне написали в газете можете задать я считаю это рекламой ужасной темноты лишь слепота глазниц пустых могильное затмение не видеть где отступится пята легко в объятие попасть к медведю ну места писания тут это стихотворение уже считают некогда вот так в Алтайской правде за 19 февраля 2005 года страница первая и третья то есть большая статья Натальи Сохаревой с пятью фотографиями Каспришина про голубей и в двух подзаголовках жирно выделено заголовок голубь птица мирная поэтому он никогда не живет у злых людей дальше голубь птица мирная поэтому он никогда не живет у злого человека два заголовка на разных страницах у злобных голубей не водятся ну дальше я поясняю где я искал там у старобрядцев нигде не держат у этих которые есть ни у кого нет голубей у нас потеряевки нет ни у кого и здесь ни у кого нет то есть даже по-мерзки и то я никакого зла не могу держать у меня это никогда и не было я не понимаю стоимости деньгам сколько есть так стихотворение маленькое безответным рабом я в могилу сойду под сосновым крестом свою долю найду эту песню певал мой страдалец отец и по смерти завещал допевать мне конец но не стоном отцов моя песнь прозвучит а раскатом громов над землей пролетит не безгласным рабом проклиная житье а свободным оглом допою я ее Николай Клюев вот сколько мест для чего это ну для того чтобы ну показать что они лгут лгут беспробудно им даже говорить об этом нельзя выше на это учить как вот она сидит посмотри потом ты ее увидишь время-то конечно уже поздновато 8 часов 9 30 минут 9 вот она сидит а Грикерия-то где? спит? уснула тут девочка у нас это он за Надеждова сильно заступается то есть беспредельная наглость и которые вокруг него там выступают я кое-каких знаю это вообще люди это преступники уголовники просто перед законом государственным я ничего не могу сказать только поблагодарить Бога чтобы Бог им воздал добро обратил на путь покаяния и в судный день их безумие было прощено мне это награда мне ни жарко ни холодно я так же обедал так же спал нисколько не влияет а это я еще сказал то есть у меня нет минуты свободной даже сегодня а у них свободного времени это вот слепляет дергает показывает ну сделал издача то что кого ты привел к Богу? нет вы слышали как обо мне тут спрашивали этот сейчас я покажу еще маленький тут где-то тут есть я не говорю тут содержание самозапись где-то есть такое я понял где искать журнал есть такой здесь у семинаристов Покров называется вот и вот они пишут вот можешь показать смотри Московский Патриархат студенческий журнал Покров Барнаульской Духовной Епархии семинарии номер 9 2016 год страница 34 ну и дальше о нашей Потеряевке действует детский трудовой лагерь вот все в состав РПЦЗ протерекий Яким Лапкин являлся участником в составе четвертого всезарубежного собора РПЦЗ проходившего в городе Сан-Франциско в 2006 году после подписания акта о каноническом общении восстановления единства внутри русской поместной православной церкви пользуясь нормой приложения к акту о каноническом общении приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ не входя напрямую в подчинение Барнаульской Епархии этого нигде не было никогда так дальше несмотря на то что время определяющий переходный период для российских общин РПЦЗ до 17.5-12 года истекло приходы в Барнауле и селе Потеряевка фактически поминает за богслужением святейшего патриарха Кирилла и представителя РПЦЗ митрополита Ильиона имея при этом полное общение с Атайской митрополией мы поминаем только когда они приезжают они поминают крестовозвиженская приход города Барнаула и община с Патеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами члены общин придерживаются многих благочестивых традиций и свойственных старообрядцам мужчины не бреют борода застригают волосы носят рубахи на выпуск с поясом женщины также не носят облегающих и тесных одежд носят платки в общинах строго придерживаются дневно русский поднравственный и бытовой уклад многие семьи многодетные староста этих общин является родной брат Парта Иерея Акима Лапкина Игнатий Тиш Лапкин известный православный миссионер объехавшись проповедями о православии более 500 городов в России и ближнем дальнем зарубежье миссионерская практика Лапкина вызывает разную реакцию однако можно уверенно утверждать что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей кто это пишет доктор богословия кандидат юридических наук юридических профессор капитал истории церкви Черниговского православного богословского института наставитель храма святителя Луки города Норильска священник Павел Бочков ну и дальше на сайте Барнольдской епархии тут что какие появились статьи я к тому показываю что они лгут которые выступают они ничего не знают здесь конкретно показано вот все так ваши вопросы да собственно на вопрос который был ответственно сполна единственное что может быть в качестве небольшого дополнения я хотел добавить что как-то так совпало как раз наверное несколько дней назад дня три много четыре назад мы как раз так по-доброму посмотрели обсудили умирились роликов который снимал брат Владимир поклон кстати ему когда вы пришли с розами к Надежде Васильевне вот этот ролик который ну тогда уж тоже надо было до полноты картины показать вот очень такой хороший добрый интересный мы потом растаскали на цитаты ваши реплики под поводу умнички умницы ну вот ну так это намного позже того что она там просилась не выпустил но это им не надо а вот это такое а заботиться о детях о жене что ж ты не заботился тогда когда ложился с другой спать лицемер это же проклятие божье на тебе еще не знают а я то знаю это все вижу и могу только скорбить мне очень скорбно этот человек был близок мне мы посылали его на благовестие ему литературу я столько давал там с центерами измерять надо и вот такое крушение и ничего нету ну я там показать еще хотел это наверное не открылось или открылось ну да не открылось заметь в двух местах и то ли я долго держал их какая причина то что не открылось я хотел это показать ну это понятно значит на нашем форуме это две сейчас я даже покажу на нашем форуме где так минуточку еще придется сказать чтобы люди знали что там искать события я так где же это есть жития святых вот ага вот она нашел синдром старшего брата вот зарядить надо общий поиск на форуме и посчитать себе запишите синдром старшего брата ну кое-что может найдете для себя я там объясняю это и тут у меня указано вот оно какой и второе это узкий путь там еще что-то есть уже не стал ну и дальше вот это вал игла он не понимает даже что игла не игла и г маленькая а маленькая то есть и тут соврал вот так а другой тут пишет вот это не вал а вил бесенок сатана всегда надевает маску ангела он то глаз вопиющего это то златоус это не мои слова как они на это клюют это тут малашин назвал здесь назвал другой режиссер то апостол демон во плоти дальше еще один нашелся муж с открытым оком это валаам так что валаам Игнатий Лапкин равновил то есть вот как маленькие дети дрожатся говорят на пыль пирожком кидается ну вот так все все ясно спаси Христос слава Христу то есть я показал что они умут и поэтому ничего там нету а мне вреда никакого нету по правде сказать еще не могут а раз по правде нет то и мне икается не в чем вот она сидит рядом вот она никуда она не делась ее не разорвало ничего и она теперь садится на другую скамейку чтобы в любой момент выйти вон она смотри вам не видно? видно видно как Нагерна сильно смеет вот она подошла святы то почему не взяли тот ролик где я розу дарю то да вот я о том же попросили то есть это не надо сатане нечего было говорить все зачем он вмешался непонятно ну ладно благодарю что зашли спаси Христос храни Господь молитесь о нас не забывайте чтобы летом к нам приехал все же с семьей хорошо просим и ваших молитв о нас каждый день молимся спаси Христос спаси Христос не забывайте спаси Христос во славу Божию спасибо